В четвертый раз специалисты Центра дополнительного образования детей и молодежи города стали идейными вдохновителями проекта для творческой молодежи. На конкурс «Видеозахват» поступило более двух с половиной десятков работ из 18 учебных заведений областного центра. Ребятам удалось достаточно разнопланово и креативно подойти к предложенным темам. Каждый год, конечно, среди фильмов встречаются какие-то такие крупинки, звездочки, изюминки, которые нас удивляют, радуют. И самое главное, я думаю, что они радуют их создателей. Особенно популярной оказалась номинация «Брест праздничный». Ребята постарались максимально интересно рассказать о том, что можно посетить в областном центре, а также о самых важных объектах, появившихся в городе в год тысячелетия. В польские времена сад назывался парком вольности, в советские времена – парком свободы. К середине 40-х парк решили закрыть из соображений безопасности по причине работающей скважины. Однако в 70-х годах Брест-Водоканал обустроил тут водозабор, что по санитарным причинам мешало тут существованию парка. В тысячелетие города Бреста власти решили вернуть горожанам его историческое место отдыха. Для ребят такие конкурсы – это хорошая мотивация для развития творческих способностей, а еще своего рода профориентация. Мы заинтересовались, и мне даже помогали одноклассники, и друзья мои мне помогали, и учитель мне помогал. Мы даже пошли к нашей учительнице по истории, а у нас просто в школе есть музей, специальный, посвященный Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. И мы взяли информацию, подробно ее рассмотрели и уже создали ролик. Организаторы уже планируют очередной конкурс, так что тем, кто не принял участие в этот раз, авторы проекта предлагают начинать снимать интересные сюжеты и сохранять их для нового фильма.